Организация работы врачей первичного звена на территории муниципалитета стала основной темой обсуждения в рамках круглого стола, который прошел в администрации Одинцовского округа. В фокусе нашего внимания все те проблемы, которые возникают в системе здравоохранения. Подобные встречи стали традиционными. Жители могут задать вопросы по теме главе округа, профильным заместителям, представителям Центра управления регионом и общественникам. В качестве основного спикера в этот раз выступил главврач областной станции скорой медпомощи Сергей Попиянц. Ежедневно на линию выходит у нас до 37 бригад. В Одинцово выходит 24 бригады, 4 врачебные, 16 фельдшерских, 2 бригады антитологии и реанимации, 1 детская бригада и 1 специализированная психиатрическая бригада. На Никольской и Голицынской подстанции выходят по 5 бригад. Это 2 врачебные и 3 фельдшерские на каждой. Из Венегородской подстанции выходят на данный момент в суточном режиме 3 бригады. Одна врачебная и 2 фельдшерские. Около 338 тысяч человек прикреплено к Одинцовской подстанции скорой помощи. По сравнению с прошлым годом количество вызовов увеличилось более чем на тысячу. В среднем каждая бригада выезжает на 11 вызовов в смену. А в автопарке насчитывается 43 автомобиля. Будет закуплено порядка 100 машин на Московскую область. Из них 5 единиц у нас пойдет новых машин на Одинцово. 4 в Одинцово, одна Никольская, Голицын и Звенигород. Сложности возникают в маршрутизации бригад. Второй год на территории региона действует программа «Скорая без границ», согласно которой Одинцовский округ входит во второе региональное объединение вместе с Красногорском и Истрой. Диспетчеры оценивают количество вызовов и направляют бригады в усиление. Наибольшая нагрузка сейчас приходится на Звенигородскую подстанцию. Здесь планируется сформировать дополнительно еще две бригады. Елена Краева, Олег Мещерский, Дмитрий Потапкин, телекомпания Одинцова.